Такой вопрос, вот когда Господь исцелил Весноватого, ну и вот этот эпизод со свиньями, а кому вообще этих свиней выращивали, ведь иудеям нельзя было свинину кушать? Да какая-то они жители евреи были, там другие анонсы, написано какая, старая гергесинская, гадаринские грешники, гадарины, это не евреи. Ну и тот, который ушел из дома блудный-то, они давали там, говорит, у хозяина есть свиньи, а в другую страну ушел, в страну долещи написано. Спасибо, Христос Иначе. Какая разница в словах согрешения и прегрешения? Вот мы, Господи, Владыка, живота моего читаем, и там, прости, моя согрешение или прегрешение, какая разница? Ни в одном языке разницы нет, только в русском. Богатство нашего языка и путает нас. Вот у нас сейчас чело и лоб. Ни в английском, ни в немецком нет, и в казахском еще этого нету. Одним словом. А у нас как? Рука правая деснится, а левая шуйца. Ведь и глаза есть, и очи есть. А что, глаза или очи? Да это одно и то же. Только очи, это более ли те, сказать, нежно выразиться можно. Значит, нет никакой разницы. Можно и так, и так сказать, да? Конечно. Это одно и то же. Спасибо, Христос. Вот у нас Господин и Господь, а в других языках этого нету. В немецком «гэр» и все, и то, и другое. В английском «лорд». «Лорд» это и «лорд», и «Христос лорд». Судители Иеговы так говорят. «Господь» это не значит «бог», а это значит «господин». Вот так вот. Ну и так, перевод такой вот в русском языке. Разницу делать, а в других языках нет разницы. А мысли и помыслы, нет разницы? Видите, отношение такое, по-моему, помыслы, как будто бы куда-то ведут нехорошую сторону. А мысли это вообще размышления. Может быть одинаково, в других языках я не знаю, как это звучит. И пришел ко мне помысл. Помысл такой настрой делает, как будто плохое что-то. А если так разобраться, все касается мысли, разума. Тут бы различать не надо. Но слово «помысл» все-таки носит больше отрицательный характер. У нас, видите, в русском языке слово «путь». Путь, ну и путь, и путь. Дорога, дорога. А вот когда Николай Касаткин переводил на японский язык, они не могли перевести. Я, говорит, через китайский язык только перевел. Как это уж, я не специалист в этих языках. Ну а так, дорога одна, говорит, тропинка, это совсем другой. Или поклон. Какой поклон? Вот японцы строго различают. Поклон матери и отцу – один. Поклон начальству – другой. Поклон сыну – другой. Или сына к отцу. И к матери – другой. У них учат всему. А у нас поклон, я могу только головой обмакнуть. Поклон сделал – да. Преклоним головы своей Господу. Вот так только наклонился, и больше не надо. А у них нет. До земли дорога, по которой никто не может больше ходить. Это в хороших лагерях, в тюрьмах, там так и есть. Отдельная дорожка для начальствующих. По ней никто не может пройти. Это у них так. Ну вот, сектанты как раз поклоны-то и не отличают. Хорошо будем знать, что японский. Да, вот у нас различаются поклоны только два, а на самом деле три. Метание называется. Метание – это вот так, как ты стоял. И так вот вперед падай, не склоняя колен, чтобы упасть на землю. Как тебя будто бы ударили. Это отец Геннадий Пас как-то показывал, как. Ну, кто может так упасть? Упадешь, да еще и не надо. Он лоб прошибешь. Ну. Да-ка так пословица говорит, не научи дурака молиться, он лоб прошибет. Так, все. Ухожу. Есть, есть.